Привет! С вами Елена Литвиненко. И сегодня наша тема Из чего состоит публичное выступление? В общем, есть ли у него какие-то части? Есть ли у него какие-то элементы, ингредиенты, я бы сказала? И почему вообще нужно обратить на это внимание, скажем так? Так, на первый взгляд кажется, что публичное выступление, собственно говоря, состоит из одного элемента, правда же? Как вы думаете, из какого? Правильно! Кажется, что публичное выступление состоит исключительно из речи, из того, что мы говорим, правда же? Ну, а что ещё, да? Тогда почему публичное выступление – это публичное выступление, а публичная речь – это просто синонимы? А вот и нет. Публичная речь – это, собственно говоря, имеет под собой смысловую нагрузку именно текст. Текст. Но публичное выступление – это не только текст. Но, поскольку это самый очевидный элемент, большая часть людей, особенно которые никогда не интересовались ораторским мастерством, да, думают так. Самое главное, что сказать? Ну, правда же? Ну, ставьте плюсики, ставьте пальцы вверх, если вы тоже так думаете. Что сказать? Ведь главное же, да? Правда же? И что в этом случае делает человек? Он перелопачивает тонны какой-то полезной литературы, да, для того, чтобы подготовить смысловую нагрузку своей речи. Дальше он что делает? Он пытается какие-то слова подобрать, да, как-то улучшить какие-то структуры, предложения, да. Но он работает с текстом одним словом. Работает, работает, потому что это же главное, правда? А дальше наступает такой момент, когда человек пытается этот текст воспроизвести. И получается, что написанный текст, он всё время норовит прочитать. Норовит прочитать, и что это означает? А это означает, соответственно, что получается скучно, безэмоционально и неинтересно, если человек текст читает. Ну, допустим, я читать не буду. Я выучу то, что написал, ну, почти наизусть, решают многие. И у них это не получается, или получается очень долго. Непонятно, зачем столько времени тратить на то, чтобы выучить наизусть то, что вы написали. Потому что тем, что вы уже написали, этой мыслью вы уже владеете. Зачем в точности повторять то, что вы написали? Ну, ладно, допустим. Вы мучаетесь, вы расстраиваетесь из-за того, что не получается. В общем, сплошной стресс. Я вам хочу сказать, что это не тот путь, по которому стоит идти. И большая часть опытных ораторов, спикеров так не поступают. Они понимают, что речь-то речью, да, ее можно написать. И это зачастую бывает важно. Ее нужно хорошо подготовить. Но в итоге читать ее нельзя. И давайте посмотрим, что получается у нас в финале. Мы смотрим на себя, и нам не нравится, как мы выглядим. А. Нам не нравится, какие мы делаем жесты. Б. Нам не нравится, что у нас глаза, к примеру, закатываются вверх, или, наоборот, все время смотрят вниз, потому что мы хотим максимально этот текст написанной передать дословно. Нам не нравится. То есть что практически? Нам не нравится, что у нас вот так вот сгорбленные плечи, возможно. Они выпрямленные, правда же? Таким образом, получается, что второй, не менее важный элемент, это невербальные сообщения, правда же? Вербальные – это то, что мы слышим, собственно говоря, слова и голос. А невербальные, соответственно, вот то, что мы видим, язык тела, скажем так. То есть тоже получается важный элемент, уже второй, да? Третье. Нам не нравится звучание нашего голоса. К примеру, четкость нашей речи. Нам не нравится, как мы расставляем интонации. Как-то эмоций маловато. Это что получается уже? Третий элемент, правда же? Который называется техника речи. Техника речи – это именно вот дикция, расставление интонаций, это умение владеть голосом, регистрами голоса, подачей. Вот это всё техника. И это уже третий элемент. И зачастую бывает отличный текст, но мы говорим, да он его пробубнил, там непонятно что-то пробубнил, всё очень такое умное, всё очень такое классное, но глаз его, то есть оратора, мы не видели. И говорил он это монотонно, и на самом деле публичная речь получилась фактически провальная. Так что же получается? Получается, что у публичного выступления совсем даже не один ингредиент. Это не только речь, это не только текст. Это ещё и другие элементы. Ну и композиция речи. К примеру, только что я начала с вами разговаривать, и я начала с чего? Я начала с темы, правда же? Спикеру нужно ещё и представиться. Часто люди думают, что вот такие вот выступления в эфире, это не публичная речь. Ну как же, я же вообще, я сижу перед камерой, и я вообще один на один, где тут у меня люди? Да, люди по ту сторону камеры. Мы же не можем назвать телеведущих, что они не вещают на аудитории, вещают ещё и как, правда? И очень много у них зрителей. Или, если у вас небольшая аудитория тоже, это не выступление, это я просто так, не публичное выступление, это я просто так вот хочу там сказать несколько слов на совещании. Да нас там всего три человека. Нет, люди, три человека, это уже аудитория, и это уже, соответственно, публичная речь, публичное выступление. Так вот, что касается структуры, композиции вашего выступления, то это тоже ещё один из ингредиентов. Есть и другие моменты, да? Вот я сказала про то, там, взгляд не туда, жест не такой, ну ещё как бы и внешняя оболочка, да? То, как человек выглядит, тоже играет немалую роль, я вам хочу сказать. То есть, всегда на всех ораторских курсах уделяется обязательно внимание внешнему виду оратора. И всё-таки, конечно, зависит от темы. Если вы блогер, как говорится, свободный человек в своей теме, или это какая-то тема такая технического характера, то, да, мы привыкли, что айтишники – это футболка, джинсы, да, и ничего другого и не надо. Вот, но если вы говорите о деньгах, о бизнесе, о каких-то серьёзных вещах, то, наверное, всё-таки лучше какой-то строгий вид, а не футболка. Если вы человек из бьюти-сферы, то, наверное, у вас должен быть ещё какой-то другой вид. То есть, в каждой теме есть какие-то стереотипы, как должен выглядеть человек, который в этом хорошо понимает. И, соответственно, это тоже входит в те самые невербальные сообщения. Поэтому вот из чего состоит, собственно говоря, наше публичное выступление, да? Подготовка, подготовка текста. Но при этом текст заучивать нельзя. Гораздо разумнее написать план, тезисы. Часто показываю этот блокнот. Представьте себе, я тоже частенько пишу тезисы. Просто, чтобы ничего не забыть. Вот написала себе структуру, да? Первая, вторая, третья, четвёртая. И в соответствии с этим и пляшу от печки, как говорится. Поэтому напишите себе структуру. И самый главный секрет публичного выступления, знаете, какой? Публичное выступление нужно стараться всеми силами превратить из монолога, да? Как в театре стоит актёр, и как будто бы перед ним нету зрителей, да? Это «to be or not to be», да? То есть, вот, это монолог. Как будто бы меня никто не видит. Превратить его в диалог. Потому что мы прекрасно знаем, что зритель, слушатель у нас есть. Поэтому, естественно, что во время прямых эфиров я вас призываю, задавайте вопросы. Высказывайте своё мнение, пожалуйста, в комментариях. Давайте будем превращать наше взаимодействие всё-таки в диалог. Кто считает, что диалог – это лучшая форма общения, чем монолог? И это вообще, в общем-то, общение, правда же? Монолог как таковым общением не является. Это может быть лекция, это может быть монолог из спектакля, но это никак не общение. А публичное выступление, оно же всегда имеет какую-то цель. Воздействие, оказать определённое воздействие, побудить к каким-то действиям своих зрителей и слушателей. Ну, в данном случае у меня тоже есть определённая цель, не скрою. Мало того, что я хотела вам дать какую-то полезную информацию, кроме того, естественно, я хотела в ваших глазах зарекомендовать себя как человек, который копает глубже, да, и не доверяет первому впечатлению. На первый взгляд кажется, что элемент один, а на самом деле он совсем даже не один. И более того, я вам хочу сказать, я сейчас рассказала далеко не обо всех элементах, конечно же. Но, тем не менее, у нас ещё впереди есть другие прямые эфиры, и я со своей стороны обязуюсь постепенно раскрывать вам все интересующие вас темы. Так что пишите о том, что вам интересно, ответы на какие вопросы вы хотели бы знать. Ну и наше время истекло. На этом я откланяюсь. С вами была Елена Литвиненко, соответственно. И до следующего прямого эфира.